Всем привет. С вами снова инженер-электрик Якимов Игорь. На днях у меня сгорела светодиодная лампочка. Была бы лампочка простая, просто бы выбросил. Но эта лампа за два года практически не потускнела. Она хорошего качества и большой мощности на 25 Вт. Такие лампы в наших краях непросто найти в магазинах, поэтому я решил ее починить. К тому же лампа не дешевая. Я ее покупал за 350 рублей. Так что немного сэкономлю свой бюджет. А вы пробовали чинить подобные лампочки? Напишите в комментариях, что вы делаете с неисправными светодиодными лампами. И конечно, поддержите это видео лайками и репостами. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Самое первое, что надо сделать, это снять рассеиватель с лампы. Что мы делаем? Надрезаем клей между рассеивателем лампы и корпусом лампы. Это делается таким вот образом. Дальше с помощью ножа с жестким лезвием снимаем рассеиватель. Просто поддеваем и снимаем. Смотрим, что тут внутри. Мы видим 20 светодиодов, которые находятся на плате, которое приклеено к рассеивателю тепла в корпусе лампы. Напряжение на светодиоды подается с помощью специального разъема. Вкручиваем эту лампу. Но произошло то, что я не ожидал. Вдруг светодиод начал работать и вся лампа заработала. Проверяем лампу. Как видим, она горит. Это продолжение ролика. Вчера при замерах вдруг светодиод начал работать и лампочка в целом заработала. Но этой работы хватило только на 2 часа. И лампа опять перестала работать. Но сейчас мы видим потемневший светодиод. И понятно, что неисправно в лампе. Но давайте разберемся, как вычислить неисправность, если светодиод не потемнел. Питание светодиодами осуществляется постоянным напряжением. Ставим мультиметр на напряжение 200 вольт постоянного тока. Давайте проверим, подается ли напряжение на саму плату со светодиодами. У нас вольтметр показывает напряжение. Если б не было питания, то нам пришлось бы разбирать корпус лампы и искать неисправность там. Копаем дальше. Все светодиоды подключены последовательно. А это значит, что обрыв цепи в любом из светодиодов приведет к обрыву всей цепи. И ни один из светодиодов светиться не будет. Как проверить светодиоды? Самый простой подать на каждый светодиод напряжение, при котором он будет светиться. Если какой-то из них не засветится, то он неисправный. Но я буду определять неисправность другим методом. Там где обрыв, там будет максимальное падение напряжения. Максимальное падение напряжения оказалось на первом же светодиоде. Все напряжение приложено к этому светодиоду и он не светится. Значит в нем не обрыв. Причем обратите внимание, мультиметр пропускает через себя небольшой ток. И этого оказалось достаточно, чтобы остальные светодиоды начали немного светиться. Или в нашем случае немного подмигивать. Какие есть варианты ремонта лампы? Самый правильный этот светодиод поменять. Но у меня такого светодиода на замену нет. Купить его тоже не предоставляется возможным в моем населенном пункте. А заказывать на Алиэкспресс это слишком долго ждать. Есть альтернативный вариант ремонта. Просто закоротить этот светодиод. Вы можете возразить, что в данном случае на остальные светодиоды будет поддаваться большее напряжение и они быстрее сгорят. Но так как у нас 20 светодиодов, то убирание одного светодиода повысит напряжение только на 5 процентов. А это вряд ли сильно скажется на сроке службы светодиода. И это при условии, если напряжение питания не поменяется. Но часто в таких лампочках идет стабилизация по току. И из-за закорачивания светодиода ток цепи не поменяется. В результате все светодиоды будут работать в обычном режиме. А сама лампа будет светить на 5 процентов менее ярко. Из-за отсутствующего светодиода. У меня нет желания разбирать лампу дальше, чтобы определить, какой блок питания в этой лампе. Я просто закорачиваю светодиод и какое-то время эта лампа поработает. А это лучшая альтернатива, чем просто эту лампу выкинуть. Я зачистил проводники возле светодиода, чтобы поставить перемычку. Как вы видите, я поставил перемычку. Предупреждаю, что эту перемычку нужно оставить мощным паяльником. У меня паяльник 25 ватт не смог прогреть, чтобы нормально припаять ее к плате. Для установки перемычки мне помог паяльник на 80 ватт. Только им я смог ее запаять. Надеюсь, что процесс пайки у вас не вызовет затруднений. Если нужно, я такое видео сделаю. Если вы об этом попросите в комментариях. Проверяем лампу. Как мы видим, она горит. Ставим на место рассеиватель. Я написал на лампе дату ремонта. Мне интересно, сколько она еще будет работать. Пишите в комментариях время, сколько вы думаете, что эта лампа прослужит. Когда эта лампа сгорит, я запишу видео, в котором объявлю победителя. Подарком будет моя личная консультация по электрике. Поддержите данное видео лайком и репостом. Расскажите в комментариях свой опыт восстановления светодиодных ламп. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых и старых роликах.